Девушки отдыхают Пионерия имела свою республику, свои уникальные пионерские дома, прекрасные пионерские лагеря, станции юных техников и натуралистов. И два года назад по нашему предложению президент поддержал решение о создании детско-юношеских организаций во всех учебных заведениях нашей страны. Мы приглашаем вас 19 мая в колонный зал Дома Союзов, где будет проведена встреча пионеров всех поколений, где будет отчет детско-юношеских коллективов всей страны перед теми, кто создавал, развивал и воспитывал эту организацию. Хочу вам сказать, что государственно-патриотическая политика, о которой заявляет президент, сегодня пробуксовывает прежде всего в учебных заведениях и в детско-юношеских организациях. Задача любой семьи прежде всего научить детей трудиться и впитать лучшие традиции, которые есть в жизни нашей державы. Школы сформировать гражданина и патриота, любящего свою страну и умеющие ее отстаивать и защищать. Что касается культуры, сделать нравы гораздо добрее, гуманнее и лучше, чем у предыдущих поколений. Сегодня ситуация, к сожалению, складывается прямо противоположной. На первом канале телевидения я сегодня видел довольно любопытную передачу, в которой рассказывали о том, как сэкономить молодому человеку или молодой семье на в течение месяца примерно половину своих скудных ресурсов. Предлагают одеваться на барахолках, питаться на мусорках и одновременно подстригаться у тех мастеров, которые только начинают работать юными парикмахерами. На мой взгляд, это не лучший выход. Советская страна знает уникальный выход заботы о детях. 4 миллиона детей беспризорников досталось советской власти после гражданской войны. Всех выучили, всех вылечили, все выросли настоящими гражданами и патриотами и доказали на фронтах Великой Отечественной, что могут блестяще сражаться и храбро защищать свою родину. После Великой Отечественной войны стране и советской власти досталось 19 миллионов детей или без родителей, или с одной мамой. Еще в 43-м году были созданы Суворовские и Нахимовские училища, ремесленные ФЗУ. И каждый парнишка и девочка получили возможность и выучиться, получить блестящую профессию, трудоустроиться и создать полноценную семью своей жизни. На мой взгляд, это лучший выход, но для этого нужна иная финансо-экономическая политика. Сегодня так в мире и на планете сложилось, что 1% богачей захватил столько же богатых, сколько все остальные граждане планеты. У нас эта ситуация выглядит еще драматичнее. 10% самых богатых имеют в 30 раз доходов больше, чем 10% самых бедных. На мой взгляд, это абсолютно недопустимый коэффициент, который раскалывает и уничтожает общество, как единый социальный организм. В этой связи мы подготовили программу «10 шагов достойной жизни». И с этой программой, с обобщением всего, что происходит в стране, идем на свой 17-й СС. В мае месяце 26-27 мая соберутся в Москве делегаты от всех партийных организаций, наши гости, представители Народно-Патриотического Союза, которые рассмотрят ситуацию, сложившуюся в стране и утвердят свою программу на будущее. Эта программа лежит в основе наших действий, которые мы предпримем и по ходу проведения выборной кампании в текущем году, и при подготовке к президентской кампании. Но еще раз возвращаясь к детской теме, скажу, что мы уже накопили, даже в этих кризисных условиях, уникальный опыт поддержки и заботы детей. Наш закон о детях войны четвертый раз, хотя не прошел в Думе, но, думаю, с пятого раза все-таки он получит поддержку. Потому что стыдно смотреть в глаза тем, у кого Гитлер отнял детство, и кто сегодня живет на 10-12 тысяч рублей в месяц влача жалкой существования. Я обращаюсь еще раз своим коллегам по Думе поддержать этот закон, который вновь внесен в Государственную Думу. Мы оказываем помощь детям Донбасса. Уже прошло 3 тысячи детей, которые здесь получили оздоровление и патриотическую закалку. Мы в течение этого лета примем еще 2 тысячи детей, которые прибудут в этого многострадального региона. Мы считаем, что надо не только признать Донецкую и Луганскую народные республики, но и все сделать, чтобы они интегрировались в рамках Российской Федерации. Это мощный, индустриально развитый край, храбрым и достойным населением, которое реально поднялось в полный рост, защищая нашу страну от нацистско-бандеровской своры, которая захватила власть Киева и продолжает издеваться над Украиной. Наш спортивный клуб показал уникальные результаты. Сборная молодежная команда КПРФ по мини-футболу в четвертый раз стала чемпионом Москвы, завоела Кубок Москвы, завоела первенство высшей лиги по мини-футболу. Мы обыграли ведущие гранты, ведущие команды, которые имеют большие зарплаты. Наши ребята таких зарплат не имеют, но они действительно патриотичны и достойно сражаются на спортивных полях. Для нас очень важно возродить вновь юноармейское движение. Я хочу поблагодарить Министерство обороны Шойгу, президента, который поддержал это движение. Если Сердюков решил вообще убрать с Красной площади, с парада наших юных патриотов и суворовцев, то Шойгу в этот раз, организуя парад, вывел два батальона иноармейцев. Сегодня в более чем сотни крупнейших регионов страны восстановлено это движение. И надеюсь, что оно получит прописку практически в каждом субъекте Российской Федерации. Для нас в это сложное время очень важно широкое развитие студенческого строительного движения. В прошлом году мы создали совместный лагерь русские, украинцы и белорусы, который трудился на олимпийских объектах в Минске. Я посещал этот лагерь. Там не было никаких политических споров. Там было единство действий во имя того, чтобы построить, вместе, дружно отмечать самые главные события, хорошо знать свою историю, уважать язык и культуру. Для нас это образ изец и пример в текущем году. Мы решили, что во всех субъектах Российской Федерации, и прежде всего там, где наши губернаторы, мэры и руководители пришли к исполнителю власти, воссоздать это движение в полном объеме. Завершая, еще раз хочу вас пригласить на празднование Дня Пионерии, 95-я годовщина, преддверии 100-летия Великого Октября. Это огромное событие. Здесь, в Москве, сюда приедут 5000 детей для того, чтобы выступить пионеры. Вы увидите красочное представление, которое пройдет в воскресенье 21 мая. Так что поздравляю вас с наступающим Днем Пионерии и желаю вам активно заботиться о подрастающем поколении. Это будет и наш вклад в подготовку тех слушаний, которые в понедельник состоятся в Государственной Думе. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин